Здравствуйте! Здесь я примерно нарисовал схему водоснабжения частного дома. Какую я задумал сделать в будущем. Из чего она состоит? Так, основной элемент это емкость для накопления воды, которая зарыта в землю рядом с домом. Она зарыта ниже глубины промерзания грунта, чтобы даже зимой вода была в жидком состоянии. Наполняется эта емкость двумя способами. Первый способ это осадки. Как вы видите, осадки падают на крышу, собираются водосборниками и направляются в эту емкость. Второй способ это скважина. В принципе, можно обойтись и без скважины. Если, допустим, у вас есть водоснабжение на даче, допустим, центральное. ну, а зимой, конечно, нужна скважина или колодец. Так. Ну, еще можно как-то привозить воду для этой скважины. Но это совсем фантастический вариант. Такая схема хорошо работает, если у вас достаточно часто случаются осадки и небольшой расход воды ежедневно. Чем она хороша? Допустим, прошел сильный дождь. Эта емкость полностью наполнилась. И вы как бы обеспечены на какое-то время бесплатной водой. В эту емкость ставится насос, который подает эту воду в дом. Ну, там, соответственно, фильтры всякие, чтобы грязная вода не поступала в емкость. И вода, которая берется из этой емкости, она очищалась. Ну, и скважинный насос тоже в принципе можно снабдить фильтром, лишним он не будет. Ну, вот как бы на этом все.